Здравствуйте, товарищ! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кип-поп. Сегодня я отреагирую на новую песню группы OneAs под названием To be, а not to be. Прямо-таки шекспировское название. Мне эту песню заказала Шура, мой бессменный спонсор, за что я очень большое спасибо. И вы скажите спасибо Шуре и всем остальным спонсорам с патреона. Я это обычно говорю перед началом реакции, но скажу прямо сейчас. Вот, я до этого, напомню, реагировал на, вот здесь будет ссылка, реагировал на Comeback Home, которым заказал другой спонсор Secreta.ru, и мне она не то чтобы прям вставила по самому не хочу, но показалась интересной. Это такое было экспериментальное видео, экспериментальная скорее песня. Напомню, что это компания RBW, которая периодически и для Мамаму, и для других своих групп и солистов что-нибудь эдакое делает. Не всегда оно прям в точку попадает, для меня по крайней мере, но это всегда интересно слушать, как на это реагировать. Так что буду надеяться, что и здесь будет то же самое. Если и не понравится, то хотя бы заинтересует. А может быть то и другое было бы очень здорово. Но тем не менее, перед началом реакции, попрошу подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, поделиться этим видео. Ладно, это в конце. Это все в конце. А теперь давайте смотреть у нас. Туби, она туби. Затем закрашен. 321 поехали. Все ли я поставил на запись? Все записывает, слава богу. Какое миролюбимое, миролюбивое видео. Парни сидят в красивых одежках, слишком белок нам избят, но тем не менее. И ужинают, или обедают, или завтракают. Идет нас, по-моему, драматичное видео, песня. Я надеюсь. Начали с хорошего вокала. А приятный, даже нежный звук какой-то. Пока не плохо. Опять поменяли темп, у них тоже был камбэхоум. Опять поменяли темп. Идет, как-то не получает. Но здесь вообще вопрос пока нет. Еще раз. Опа. Господи, они ускоряются, замедляются постоянно. Какой-то опасный рэпчик. С такими хоррор звуками. Ну и картинка, сами смотрите, такая. И опять переключаюсь на что такое спокойно. Еще с такими легкими синтами. Причем звук сейчас не соответствует картинке совсем. Это, я думаю, специально сделано. Оп. Ударных добавили. Стало бы энергичной песней. Сейчас ускорится на сколько. Да. Смотрите, если это прихорус, то окей. Я его воспринимаю, честно говоря, как припев скорее. Вот это, возможно, припев. Настоящий. С тяжелечком слегка. Пять замедлились слегка, по-моему. Ух. Ух. Хороший вопль. Это тоже неплохо. Парни всех убили. Застреляли. Какие-то нехорошие люди. В белом. Ух. Красиво. Это просто красиво. Улево. Это просто красиво. Улево. 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 Ага. Как я прочитал, песня о сложностях и опасностях Пожидающих людей во время какого-то выбора. Я не очень понимаю, когда клип передает. Возможно, стоит его еще посмотреть потом. Я думаю, вы мне сами напишите, как всегда, вы лучше знаете меня. Преимущественно по клипам, что там происходит, особенно я смотрю клип первый раз. Не как это было в Knock Knock, например, и Титя Твайс, а вот именно здесь. Я просто все равно хочу посмотреть еще хореографическую версию, она есть в перформанс-видео. Хочу просто изначально отметить, что это хорошая вещь. Эта мне вещь, наверное, понравилась. Не, наверное, точно понравилась больше, чем Come Back Home. Это здорово. И она какая-то такая более взрослая, более работающая. При том, что реально песня скачет постоянно. Быстрее и медленнее, быстрее и медленнее. Это просто несколько кусков, как будто не стыкующихся друг с другом, но стыкующихся на самом деле. То есть их нормально другу пристыковали. Наверное, наименее моя любимая часть с музыкальной точки зрения. Вот это вот To Be On, Not To Be. И она действительно не сильно музыкальная, но я ее не воспринимаю как припев. Я ее воспринимаю как некая, не знаю, типа бриджа. Давайте считать, что это бридж. Бридж не обязательно должен нравиться. Бридж, как правило, это какой-то кусок, который соединяет две... Разбивает песню на две части. Одна больше, другая меньше. И он обычно стилистически-музыкально в саму песню не очень попадает. Да, песня бодрая, а бридж спокойный. Ну и наоборот, песня спокойная, а бридж быстрый. Или dance break, например, можете так-то считать. Почему бы и нет. В общем, будем считать это бриджем и dance break, хотя, наверное, технически это все-таки припев. Вот я сейчас пойду и проверю прямо на Genius. Давайте смотреть Genius, Post, Verse, Horus, Horus. А, это рефрейн. Окей, рефрейн. Это на самом деле, вот я был прав, спасибо большое. Называют его припевом по-английски, рефрейн. Хотя, Horus обычно это припев. В общем, то, что я считал припевом, это и есть припев, а это будем считать пост-хорусом. Давайте так считать. Давайте, давайте, хорошо, договаривайтесь. Вот. Как пост-хорус, он неплох. Он нормален. Давайте еще раз. Сторонный звук. Да, начинается очень мирно, спокойно. На фоне проигрыш хороший. Просто хороший вокал. Здесь добавили ударных. И реально песня как будто бы поменяла тэп, хотя, по-моему, не поменяла особо. Но кажется, потому что первая часть более спокойная. Тоже достаточно спокойная. Тоже таким голосом. Не агрессивным. Просто эти мягкие ударные, они дополнительно какую-то по-сервису дают. Вот. Вот здесь замедлились как бы. Добавили ударных. Пошло как бы ускорение. Питачный заси. Вот. Теперь ускорились. Хорошая драматичная хореография. Такая вся из себя. Рефрейн. Опять же, как всегда, взяли голос, поменяли ему тональность. Вот. Здесь совершенно другой. Другая скорость, другой стиль песни. Но сочетается неплохо. Как раз рефрейн. Постхорус. Он... Припев перешел по схорус. Который, он не сильно сочетается, но нормально перешел. Если бы от припева включили вот это, наверное, было бы сочетание не очень хорошее. А тут вот этот по схорус послужил связующим звеном. И он неплохо им работает. Тут песня стала гораздо агрессивнее. Она уже была агрессивная на 2B, а на 2B относительно. А здесь прям караул. Инструментов добавили. Рэпуют они вот так. Ну. Оп. Опять переключение на мягкое что-то. И хореография командная. Ух. Это хороший разгон. Прям хороший-хорошее. Не 7 разгон, но похож на это. Труды. 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 Тут еще именно в припеве, в рефрейне, в фосфорусе 2B на 2B добавляют гитарочки тяжелые, электро. Тут как бы замедлили. Люблю я такое, когда в конце кто-то взвизгивает, это не кажется неестественным. Кажется, что, блин, да, так и должно было закончиться. И вот это же. Камон! Если они поют, камон, конечно. Тут понятно, это... Ох, тут просто раз... Он офигенный переход, крутой, из вот этой вот линии. Господи, которая пульс показывает. И вот она переходит в прямую линию, и потом... Это похоже на тахикардию, честно говоря. И потом... И все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и... Это клевая хореография. Окей, мне One As по интересности разбора музыки, пожалуй, напоминают Stray Kids. То есть Stray Kids тоже всегда, кстати, давно у Stray Kids камбэка не было. Кошмар. Мне их всегда интересно разбирать. И этих тоже товарищей. И эта вещь мне понравилась. На самом деле, мне она реально понравилась. Я ее, скорее всего, даже буду переслушивать. Она интересная, она музыкально клевая. Тут, опять же, хорошая мелодия. Над ней, кстати, работали привычные композиторы RBW, которые и над по-моему работали, над многими вещами, и работали над многими вещами, опять же, предыдущими One As. Но и пара парней из самой группы тоже здесь принимали участие в написании и песни, и текста, и, наверное, песни. Я даже, честно говоря, на счет последнего не уверен, но... Produced by... Да, насколько я понимаю, все-таки... Все-таки, наверное, да. В общем, предположим, написание к ней не услов, они точно принимали участие. Вот, я рад. Спасибо большое еще раз Шуре. Умеешь ты, Шуре, мужские группы рекомендовать. Дай пять. Вот, и всем спасибо, что меня слушали. Напишите, что вы думаете об этой вещи конкретной. Насколько она вам зашла по десятибалльной шкале? Прямо-таки напишите, по десятибалльной шкале она мне зашла настолько-то. Можете прям с оценки начать. А также поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик, и можете этим видео где-нибудь поделиться. Вот, смотрите, вот этому чуваку, который обычно реагирует, которому нравятся преимущества на женские поп-группы, кип-поп-группы, ему и мужская сошла наконец-то. В очередной раз, ладно, все больше и больше появляется мужских групп, которые хотя бы одной или двумя песнями меня зацепят. Это правильно, это хорошо. Никогда я не думал, что такой день настанет, когда мне будут нравиться и мужские группы тоже. Вот, и спасибо большое всем моим остальным спонсорам. И Шуре, разумеется, тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok